добрый день екатерина юрьевна компания верит от бренд я зову меня зовут наталья диалоги компании запишутся по вашему займу звонит через два дня до оплаты скажете планируете продлевать договор в компании я продлевала да на ранее было продлить не дал ваш я ошибалась я больше не буду продлевать полная оплата ждать 31 821 рубль у вас полная сумма вы успеваете воскресенье оплаты внестили есть какие-то у меня тоже нет значит продление ваш оптимальный вариант у вас 377 443 рубля 21 день 5140 за им частями на положительных условиях у вас сейчас мы который идет на продление найдет счет погашения общей суммы долга на оставшуюся сумму 1 процент также за пользование займом идет и у вас соответственно ездили на время на поле на закрывать при необходимости екатерина юрьевна вы пробивали три раза и все три раза на наш ролик погашение нет что-то голова так болит ничего не помню смотрите у вас 6026 рублей был первый раз продление 5648 2 и 8069 третье распродление сейчас его сумма продления 21 и 30 дней также 3 км 3 рубля 24 тысячи 478 рублей хотел все погасило нет екатерина юрьевна как нет свой договор открыть и куда еще мне это нужно на продлении договора закрытие договора у вас полная сумма сейчас процентами тридцать одна тысяча восемьсот двадцать один рубль вы сумму эту вносите третьего числа или вы продлеваете только что эти продления они на погашение основного долга не влияют у вас также один процент на оставшуюся сумму за пользование займом как я ранее сказала начисляется то есть я сколько внесла это получается не считает что я погашала это продление договора вы погашали проценты и соответственно также они начислились потому что за им частями вы не не погашали в период продления вот я это и хотела от вас услышать какую сумму мы отложим екатерина юрьевна 3 продлевать я больше не буду но значит вы должны внести 31 тысяча восемьсот двадцать один рубль 3 числа иначе у вас сумма долга будет далее расти так как начисляются штрафы за просрочку кредитная история портится и компания вошли тогда 6 5 и 8 внесла 6 5 это продление договора на продлении вас это просто я месяц пользовалась правильно да за пользование займом продление договора эти суммы также шли в счет погашения но у вас также начислялись проценты за пользование займом поэтому сумма у вас не менялась вы частично за мне погашали вперед продления перекиньте диалог тем кто до сих пор осуществляет пролонгат перекиньте этим девчонкам мальчишку которые такие шутки и юрьевна вопросу вернемся куда сейчас мы говорим по вашему займу какая сумма от вас поступает или вы от кого не поступает от меня продлевать я больше не буду до свидания я слышу говорите говорите здравствуйте сибирское коллекторское агентство меня зовут борисов андрей евгений сибирской разговоров да да сибирское коллекторское агентство вы прям из сибири николаев замечательно у вас от первоначального кредита альянс капитал имеется задолженность 13 тысяч 520 рублей все причина не оплаты расскажите я уже бегу не сибирский мужчина звонит я уже бегу платить куда бежите платить 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 так можно не бежать можно на месте платить фенка не я вычусь бегом куча бежать бежать с тапочками бежать тоже полезно что случилось каждому сапоги прохудились а тапочек 1 2 3 так 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 хорошо все требования кредитора что вы произвели оплату до 3 апреля включить а вы по какому договору то работаете готовы оплату произвели договор то какой то агентский что договор то работаете по какому агентский конечно агентский а где ваша организация там находится сибирская такая вся заинтересовали меня ждала есть в интернете ксеникова он не так на вопросы не от меня интересует адрес вы обязаны по 230 федеральным так он назвать уж будьте любезны что мы обязаны ксеникова адресов юридических адресов я вам уже озвучил а теперь вы обязаны ксеникова из дома звоните боитесь адрес озвучить чтобы я в гости не приехала ксеникова вы хотите преследства приеду давай когда сегодня замечательно кого город то надо мне где проживая подбежать проживаете где ксеникова дома никого у любовника там можно да он разрешает он говорит сейчас все продукты дорогие живи там пусть он те куры ну это на самом деле финансово грамотно можно сказать мне видите все продумано каждый шаг наперед даже два я в вас верю так что с адреском то значит они не верят что вы по агентству юридический адрес не называете ннн не знаете потому что звоните в телефона который определяется спам что за безобразие то без этого закона федерального правильника что ты сдерживаешь это тоже не должник требует озвучить адрес я слушаю так что у нас с адресом то что случилось что случилось почему вы так свой адрес скрываете что-то модное там и договора нет агентского кредитор не уведомил я чего не разговариваешь ты тихо побаиваешься меня значит у вас есть любовник Феника да зачем на вас кричать а у тебя тоже есть любовник я знаю поэтому ты адрес не называешь чтобы я вас с любовником не застала и не сделала вы о вашей ориентации адрес говори быстро ну хватит веселить уже быстро говори вроде взрослая женщина адрес откуда ты мне названиваешь называй сибирское агентство да не хотите наверное конструктивно поговорить боишься меня ну тогда иди изучать 230 федеральный закон преследствия взаимодействия перескажешь регистрируйтесь там все данные найдете почитаете а за это время я думаю денежку уже спросят что-то может любого не займет ты что ж пошли за взыскатели-то а они боятся всего у меня еще эти задолжены я женщина я вас так напугала адрес говори ты юридическое лицо представляешь алло здравствуйте звонок поступил из Вальсебанка алло да слушаю меня зовут Воробьева Елена Ивановна главный специалист отдел клиентского взыскания Альфа-банк Юлия Петровна помните вам сотрудники говорили неоднократно что банк работает посылком правильно да да вот банк не только сейчас правил выставить сумму и ценным платежом по статье 14 закона 353 но и расторган договор вот у вас одна карта с лимитом 145 тысяч вы потратили активы банка карта с ноября 2013 года на 1 апреля 81 день на задолженность сумма 36 тысяч 200 рублей не зачислено 4 апреля уже очередной платеж 8200 вторая карта 31 день нам она также нам ее перевели платежи до 29 числа 31 день на задолженности 800 пользуйтесь приложением Альфа-банка по данной карте 4400 зачисляли 15 февраля правильно да наверное не знаю больше переводов нет Юлия Петровна вот если у вас 81 день 81 день могу сказать что банк не будет спорить по возврату своих активов вот вы указывали что работаете оператором 1.43 регистрации проживания без изменений правильно да ты дальше рассказывай правильно, неправильно я так делаю вывод что пиндец вашим активом и активом вашего банка кто вам такое сказал от записи разговора от требования в коллекторское агентство трассы а вы думали банк системообразующий с рисками о процессуальном правоприемстве ты сидишь сейчас я вот клянусь вы мне скажите вы мне скажите я держалась чтобы тебя не перебить вы мне скажите с твоими активами которым пиндец пришел ты мне к чему это все расскажешь а что вы откуда вы решили правильно неправильно правильно ты все подвела к тому что вы не резко блокмала а почему вы так общаетесь ведь ты в пожиле тупая а вы уже на то время не переходите а тупые люди знаете я сегодня вычитал как тупые ножи вроде бы вреда причинить не могут ну вот прям бесят они меня прям до невозможности я понимаю я понимаю свою работу ду 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 юля петровна вы работаете со своими активами вы работаете я работаю где мне надо работать в отличие от тебя я работаю или мама вас задержит скажите вам может вас мама задержит я смотрю что очень хорошо изменяете тебе то какое дело до моей мамы но то что вы не можете сейчас себя задержать это у вас уже мама сказала про маму продолжай защитная реакция старая грымза а что я хрипит сидит кто вам сказал ты так много зарабатываешь даже на гарнитуру не хватает хап 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 Юлия Петровна у вас деньги есть себя задержать Юлия Петровна Юлия Петровна у меня не получается никак с вас активов взыскать Юлия Петровна давайте вашу маму трону это вы поэтому и ругаетесь старая старая а звонок был так же в вашей маме ну и дальше что позвонила ты моей маме что там активов прибавилось в альфа банке а вы так же с мамой общаетесь а ты не моя мама слава богу тебя где то выродили непонятно где чтоб ты к моей маме клеилась вы уже врачом работаете вы уже врачом работаете что знаете у кого родился Юлия Петровна вы понимаете что вы занимаетесь таком позиции что у вас денег на средства нет а молча от бессилия от бессилия от бессилия от бессилия я тебе рекомендую поднять свою жопу и идти искать по улицам свои активы я тебе не дам Юлия Петровна я так и указываю что отказ озвучить причину что вы переходите на личности оскорбляете сотрудников это уже не первое оскорбление когда вы общались со мной с января месяца как только подходите к телефону вы потратили активы банка и по факту по факту вот я когда открыла ваши данные это программа 11 нарушение договора между кредитором и заемщиком обязательства не выполнено я понимаю ваше психологическое состояние когда денег нет да оторвать и питать поверьте всех оскорблять но это ваше поведение осознанное психологами там снабжен они недоученные правда но все психологи а у вас хорошее образование скажите сколько у вас одно-два образования я могу сделать вывод один что очень страшно разговаривать с глупыми людьми очень страшно особенно с бабами глупыми потому что вот я сижу и думаю как мне не скатиться до твоего уровня угу ваш разговор будет продолжен пожалуйста не отключайтесь но кроме цельщин губикин ценник алло да да здравствуйте компания эверевсия петербурга вам еще раз позвоним до свидания странно до свидания до свидания до свидания Да. Пламенев Евгений Вальчин, сотрудник Совкомбанка, отдел изыскания за должности. Звонил потребительскому кредиту Восточного банка, у вас 29 дней оплата не поступает. Сумма долга 8500 рублей. Требование банка погасить долг 104 апреля крайний срок. Платеж поступит в данной сроке от вас. Да-да, я уже купюру к купюре сложила, пойду сейчас оплачу. Еще раз? Ну, говорю по фэн-шоу, купюры положила, сейчас пойду оплачивать. Надо, чтобы было время 9.022. Наталья Валерьевна, ну мы серьезно с вами беседуем? Серьезно, серьезно, да. Ну я всегда так живу, вот, чтобы у меня определенные свои там таинства. А почему раньше не оплатили? А раньше вообще их категорически было запрещено. Оракул, вы знаете, как смотрел? Ну кому? Вот так. И 39 дней не оплачиваете. Он все это время смотрел. Да. А сегодня просто такая вот пятница, которая вот с другой стороны, в общем, проспал этот момент. Мне можно. Я сейчас и пойду. Наталья Валерьевна, сегодня какую сумму будете оплачивать? Я закрою задолженность в полном объеме. Какую сумму внесете, озвучьте? Ну я думаю, тысяч пятьдесят хватит. Вы не знаете, какая у вас задолженность? Я точно не знаю, нет, 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 я точно не знаю. Потому что держать в голове эти мысли и суммы тоже запрещено, категорически. Текущая задолженность у вас составляет на данный момент 8600 рублей. Я 50 отдам, так положено. Ну там компенсация за ожидания, за потрепанные нервы, за там убыток банку. Валерьевна, вы в заблуждение меня вводите, я правильно понимаю? Вы не федераетесь оплачиваете? Какое заблуждение? Вы хотите в блуд попасть? Вы сейчас говорите совсем ни о чем. Смотрите себе левым пальцем правую бровь. Зачем вы блудите? Нельзя это. Это неправильно. В случае, если оплата не поступает, вам будут начаться штрафы и неустойки 353 федерального договора. Я их покрою, я же 50 оплачу, а надо 8. Вы не переживайте. Моя совесть будет сверла часа. Хорошо, в последствии я вам озвучил, Наталья Валерьевна, мы свяжемся с вами дополнительно. До свидания. Давай, пока. Ваш разговор будет продолжен. Пожалуйста, не отключайтесь. Your conversation will be continued. Please hold on the line. Алло, здравствуйте. Да. Вам позвонили в компании «Верет» инспектор Симонова Юлия Сергеевна. Разговоры записываются. Ирина Юрьевна. Звонок приступает по задолженности перед микрофинансовой компанией «Манимэн». 159 дней просрочка. Сумма долга у вас 29 700 рублей. Нисти оплаты необходимо будет сегодня или завтра. Вы в какой день будете производить платеж? Сегодня, конечно. Что? Ну, конечно, лучше сегодня. Хорошо. Денежные средства у вас уже на руках на оплату? На руках. Личный кабинет. Хорошо. На оплату у вас имеется все? А надо что, кроме денег еще? Доступ на оплату, Ирина Юрьевна. Либо личный кабинет, либо реквизиты. У меня кабинет личный. Вы хорошо себя чувствуете? Да. Камера называется мой кабинет. Сижу. Да, и там спокойно разговаривается, да? Да, я как заехала сразу с телефона. Тише, умоляю, тише. В голове целуются на крыше. Слушайте, вы свои песни для родственников оставьте. Они не могут, потому что они мне не звонят. Да, очень плохо, Ирина Юрьевна. Зато я им сейчас позвоню. А позвоню? Если вы правы отказывают оплаты по причине уклонения вашей семье, то я тебя с первого апреля. На своих песнях хотите зарабатывать денежные средства? Обиделась. Обиделась. Переходы для вас, Ирина Юрьевна. О, какая психанутая. Переходы для вас, Ирина Юрьевна. Переходы для вас, Ирина Юрьевна.